МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Уфирители радиокомпании Губерния 33. Это программа «На все Владимирска». Меня зовут Александр Козлов. В гостях у нас сегодня Константин Демидов, директор областного департамента сельского хозяйства. Константин Борисович, в очередной раз. Здравствуйте! Добрый день, Александр. Уважаемые телезрители, у нас сегодня сразу несколько тем запланировано. Это, конечно, и итоги сельскохозяйственного сезона. В частности, очень интересно прогнозировался неплохой урожай картофеля. Узнаем, как у нас по факту получилось. Также очень хочется обсудить целый ряд тем из федеральной повестки. Там, опять же, наверняка вы слышали об идее ввести акцизы на продукты мясопереработки, на колбасу, да, вот эти вот акцизы интересные темы. Наконец, поговорим о борьбе с такой напастью, как борщевик сосновского. Если кто не знает, это вот те самые ядовитые растения, зонтики, которые буквально оккупировали значительную часть наших земель, и сельхоз назначений, и вдоль дорог очень много. Вот такой перечень тем, там еще кое-какие есть. Кстати, Борисович, я предлагаю из борщевика сосновского и начать. Как-то, наверное, с полгода назад проходила такая информация, что вот то количество земель, которое у нас занимает, оккупировало вот это вот растение, оно уже исчисляется не то, что сотнями, а тысячами гектаров, то есть приближается к двум с половиной тысячам гектаров. Вот насколько это серьезно, и что вообще с этим делать-то? Ну, вопрос понял, Александр. Начну тогда, наверное, с цифр о масштабах этого бедствия. Ну, в текущем году в муниципалитетах проведен мониторинг зараженности полей, заселенности полей вот этим злостным сорняком борщевика сосновского, и мы уже имеем конкретные цифры по этим площадям. Чуть более трех тысяч гектаров сельскохозяйственных земель по области у нас заросли борщевиком сосновского. Причем борщевик распространен у нас в основном в десяти районах, это не по всей области, и это, как правило, те районы, в которых в далекие 70-е годы эта культура возделывалась как кормовая. Я предлагаю немножечко в историю обратиться, ведь вот я когда-то заканчивал биологический факультет нашего педуниверситета, и говорили, что борщевик сосновского, он был завезен к нам, откуда-то, если память не ошибается, не изменяется, с Дальнего Востока или что-то вот оттуда, и завезен он был именно как кормовая культура, но у нас, видимо, из-за длительного вегетативного сезона он выродился в то, что мы имеем сейчас. Это так? Как он к нам попал? Да, действительно, он был завезен к нам, завезен с юга, с предгорья Кавказа, и завезен был, конечно, как кормовая культура. В то время стояла задача быстро, оперативно решить проблему кормового баланса животных, поэтому применение такого мощного и урожайного растения в качестве кормовой культуры предвиделось решением всех проблем. А там вот на родине он тоже вот такими вот деревьями вырастает? Нет, там проблема с плодородными почвами, там, где он растет, поэтому таким гигантским не вырастает, конечно. У нас ему очень понравилось, в то время этого не предполагали, что ему так у нас понравится, но и вот на сегодня имеем то, что имеем. А как именно кормовая культура, то есть он вообще у нас не может быть использован? Он использовался в свое время, достаточно активно, как кормовая культура, но когда продуктивность животных у нас была не выше 3000 кг молока на одну голову. Сегодня использовать его невозможно, поскольку продуктивность наших животных уже там более чем в два раза выше, чем 3000 кг, и молока с него не будет. Хорошо, 3000 гектар занято борщевиком сосновым, сорняк злоснейший, чего с ним только не делали, как мы вообще с этим бороться будем? Ну, на сегодняшний момент вот в этих 10 муниципалитетах, там, где проведен мониторинг, разработаны муниципальные программы по борьбе с этим сорняком. Борьба будет проводиться по двум направлениям. Ну, первое, конечно, мы запланировали выделить из областного бюджета в течение трех лет 20 миллионов рублей на помощь муниципалитетам для борьбы с этим сорняком. То есть по 6,5 миллионов в год примерно мы будем выделять. Опять же, эти средства пойдут только на уничтожение сорняка на землях государственной, муниципальной и разграничной собственности. То есть, если у участников, то это за свой счет? То это обязанность правообладателя земельного участка ликвидировать этот сорняк. Обязанность именно? Соответственно, второе направление наше по борьбе с сорняком – это усиление и ужесточение муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора. А вообще, если вот эти вот 3000 гектар как-то раскидать, вот если мы берем государственные и муниципальные земли и земли, находящиеся в частной собственности, как тут можно развести? Сколько там, сколько здесь? Ну, я могу сказать, что большая часть львиной доли, порядка 80% земель – это земли с частной собственности. Ого. Вообще, собственники, частники, они знают вот об этой инициативе и как они на нее реагируют, если знать? Ну, кто-то знает, кто-то ждет проверок. То есть, отношения абсолютно разные. Есть случаи, когда собственники земельных участков самостоятельно уже обрабатывали. Ну, то есть, сами пришли к выводу, что надо это уничтожать, это не опасно. Конечно, потому что штрафы за нарушение законодательства об обороте земель достаточно серьезные. То есть, если борщевик сосновской произрастает на участке, это один из признаков того, что земельный участок не используется по назначению. Соответственно, по статье 8.8 КУАП можно наказать за неиспользование земельного участка по назначению. То есть, штрафы там достаточно серьезные. Если для физических лиц это минимальный штраф – 3 тысячи рублей, для должностных – 50 тысяч рублей, то для юридических лиц уже от 200 тысяч рублей. То есть, штрафы серьезные. И, естественно, этих средств, в принципе, хватит для проведения обработки. Хорошо. А вот сама технология борьбы, то есть, как его выводить-то? Ну, технология на сегодня, в общем-то, одна. Конечно, это обработка гербицидами сплошного действия. Ну, поскольку... А выкашивание неэффективно? Это неэффективно, да, потому что оно не уничтожает растения. Ну, самое эффективное, конечно, использование участка по назначению, потому что борщевик в начальных фазах развития достаточно слабо растений, и оно не выдерживает вообще элементарной конкуренции с культурными растениями. Самое эффективное – это обработка земель и использование их по назначению. Вот, если ехать в сторону Мурома, там есть участок, где борщевика просто огромное количество, ну, и учитывая, насколько он продуктивный по количеству семян, можно догадаться, ну, предположить, что этих семян там на много лет вперед, уже в почве заложено. Ну, они же сохранятся там годами. Вот использование гербицидов, о котором вы говорите, позволяет вот с этой вот проблемой, вот с этим запасом бороться? Нет, как правило, гербициды сплошного действия, которые применяются для борьбы, они убивают только вегетирующие растения. Соответственно, однократной обработкой справиться с борщевиком не получится. Мало того, что часто приходится делать и две обработки за сезон, но и одним годом не избавиться. То есть, обработка по два, по три года на участке должна быть. То есть, вот у нас три года, там, по три года по шесть с половиной миллионов на это заложено, вот, собственно, в три года мы попытаемся с этим... Ну, пока программа у нас составлена в ближайшие три года, да. А вообще опыт есть, ну, в России, прежде всего, успешной борьбы с этим злом? Есть опыт не только в России, есть опыт и в Владимирской области. У нас года три, наверное, уже на базе Россельхозцентра нашего Владимирского действует отряд по обработке как раз участков от борщевика. Многие муниципалитеты уже самостоятельно заключали договора с Россельхозцентром и вполне успешно справлялись с этой проблемой. Хорошо, все. По борщевику все понятно. Предлагаю по акцизам на колбасу и на сосиски поговорить. Как вообще производители, да и мясопереработчики, да и официальные лица, я имею в виду департамент, прежде всего, сельского хозяйства, вот эту инициативу восприняли? Ну, Александр, да, действительно, тема такая резонансная была и интересная, потому что склыхнуло, в общем-то, все общество. Ну, это, ну, не совсем, наверное, инициатива, потому что это было предложение при экспертном совете, при правительстве Российской Федерации, как раз обсуждались вопросы, как повысить и как сберечь здоровье наших граждан, и как идея возникла введение этих акцизов на колбасные изделия. Ну, конечно же, все восприняли достаточно негативно вот эту новость. Вообще, как-то это, ну, уравнивается вот в случае введения, то есть, понятно, сейчас до этого не доходит, да, уже как бы завернули эту инициативу, насколько я знаю, да? Да, конечно. Вот, но вообще ведь это уравнивает фактически в каком-то смысле продукты мясопереработки, те же там колбасы, там сосиски и т.д. и т.п. с такой продукцией, как там спиртсодержащая продукция подакцизная, да, или там табачная продукция. Ну, опять же, вопрос, если заботится о здоровье, значит, настолько вредно оценивают эту продукцию мясопереработки? Понимаете, ну, именно поэтому, наверное, и преждевременно было вот это вот предложение, поскольку нет еще, ну, таки доказанных данных о вреде этой продукции, нельзя огольно охаивать все колбасные изделия, потому что, ну, конечно же, есть вредные, есть и полезные, и всегда даже врачи говорят, что вредит здоровью человеку не продукт, а его количество. То есть, любой продукт может быть вреден и опасен, все зависит от того количества. И, естественно, применение этих акцизов, ну, наверное, не дало бы того эффекта, который предполагался. Ну, зато я точно знаю, какой эффект был бы точно, наверняка это акциз в цене. Да, в доходной части бюджета, если только, да. Да, и по бюджетам граждан, наверняка, это тоже стукнуло бы. Ну, естественно. Мало не покажется. Хорошо. Заходил, когда готовился к этой программе на сайт Департамента сельского хозяйства, на первой странице, как заходишь, огромный баннер, посвященный африканской чуме свиней. Не обратил внимания, когда появился, но вот удивлен. У нас опять какая-то неблагоприятная ситуация по АЧС складывается? Ну, я бы сказал, что ситуация на сегодняшний день уже нормализуется, но признать ее благоприятной мы пока не можем, поскольку в текущем году у нас все-таки два случая африканской чумы свиней было. Это за 2018 год? Ну, по сравнению с 2017 годом, да, когда у нас 29 очагов было, конечно, динамика налицо. Ну, если глянуться в историю, чума вообще впервые появилась в области у нас в 2015 году, с тех же двух случаев, и потом по нарастающей, вот к 2017 году, до 29 случаев, это заболевание развивалось. Ну, благодаря активным действиям и тем программам, которые мы применяем на сегодня в области по ограничению численности поголовей в частном секторе, удалось, в общем-то, сократить эти вспышки до двух в этом году. Надеемся, что в будущем году их не будет, надеемся. Но уже сейчас выяснено все-таки, откуда к нам приходит АЧС. Были версии, что с диким кабаном заходит на территорию области, были версии, что с мясом, который там откуда-то приходит, да, оно попадает. Вот сейчас официально какой версии придерживаются? Ну, источники поступления до заболевания различны. Конечно же, основной источник – это из дикой природы, от диких животных. Другим источником является занос через корма. Ну, как правило, в частном секторе это через корма, которые с общепита завозятся, с предприятия общественного питания, через остатки продуктов потребления людей. Ну, и, возможно, завозы с других регионов через концентрированные корма. Хорошо. Вот если мы эти 29 эпизодов по 2017 году вспомним, ну, мы помним, да, там и в 2016 году тоже достаточно неблагоприятно было. У нас в разы сократилось поголовье свинины в связи с этим. И еще в бытность тогда с Ланьюриной Орловой, значит, разговор шел о том, что да, мы сейчас давайте вот пока со свиноводством немножечко повременим, да, давайте сакцентируемся на других домашних животных, там крупный рогатый скот, там овцы и т.д. и т.п. Вот насколько сейчас удалось вот этот вот провал по свинине, вызванной АЧС, компенсировать другими животноводческими продукциями? Ну, производство мяса – это не такая скороспелая отрасль, как многие другие в сельском хозяйстве. Поэтому на сегодня мы как раз пожинаем плоды того снижения поголовья, которое было в результате вспышек АЧС. Конечно, всех сильнее отрасль ударила по свиноводству, вот по отрасли свиноводства вот эта болезнь. И в пиковое время, в 2015 году у нас было максимально поголовье 158 тысяч свиней по области, по всем категориям. И сегодня у нас это количество минимально, сегодня 21 тысяча всего. То есть, ну, в 7 раз мы сократили поголовье свиней. Здесь, конечно, и поголовье свиней, которые содержатся в лично-пособных хозяйствах, и, в общем-то, сеноводческий комплекс в Петушинском районе, который пришлось ликвидировать из зарпучки АЧС. И, ну, и не только из АЧС, по экономическим причинам, фактически сократил до минимум поголовье сеноводческий комплекс Мортадель, Александровский район. И вот на сегодня у нас единственным предприятием, которое на промышленной основе выращивает свинину, это остался завоп сеноводство Владимирское, в поселке Лесном. В поселке Лесной на сегодня ведется реконструкция предприятия и возрождается все поголовье. И все основные надежды, конечно, с возобновлением промышленного свиноводства Владимирской области мы связываем с этим предприятием. На сегодня предприятие с нуля уже занимается производством, после смены собственника. По планам предприятия восстановить все поголовье на комплексе и производить до 20 тысяч тонн мяса в год. Вот просто, чтобы понимание было, по 2015 году, говорите, у нас там было 158 тысяч поголовье, да? Ну, как бы не развернулся новый собственник в Лесном, по всей видимости, на такую цифру он не выйдет. Приблизительно, насколько это выровняет? Ну, на сегодня могу, если по объему производства мяса говорить, могу сказать, что на сегодня мы просели примерно на 15 тысяч тонн, если по количеству мяса. То есть, вот в 2015 году мы производили 70 тысяч тонн, это мясо всех видов. На сегодня ожидаем произвести 55 на конец года. То есть, на 15 тысяч тонн мы просели. Это вот как раз свинина, вклад свинины. Это как раз, да, в основном, большая часть в этой свинине. А вы говорите, лесной при выходе на проектную мощность 20 тысяч тонн. 20, да. То есть, перекрывает. Пока он в этом году выйдет на показатель 3000 тонн. Ну, фактически, они только с августа начали реализацию свинины собственного производства. А вот какой временной лаг у выхода на проектную мощность? Когда ожидается? Ну, все будет зависеть от финансирования, но мы ожидаем, что через 4-5 лет на полную мощность предприятия должно выйти. Я ведь, насколько знаю, даже вот в пиковые, может быть, я ошибаюсь, поправьте, даже в пиковые годы того количества свинины, которые мы производили, не хватало. То есть, мы еще где-то докупали. А это так? Ну, да, мы докупали свинину, но на сегодня в России вообще проблем со свининой нет, как и с мясом птиц. На сегодня у нас в стране наблюдается перепроизводство как свинины, так и птиц. Поэтому такие локальные проблемы в отдельных регионах, такие, как у нас, конечно же, они просто покрываются поставками из других регионов. Хорошо. Если мы берем... Ну, с птицей вы сказали, что и у нас с птицей тоже, насколько я знаю, все хорошо. Крупный рогатый скот, тоже подвижки есть, да, у нас Владимирский стандарт активно развивается. Если по баранине что-то можно сказать? Ну, по баранине пока, конечно, говорить еще нечего, потому что этот, ну, такой сегмент, в основном, малую форму хозяйствования. Из таких крупных проектов можно назвать только проект Владимирский дельбай в Петушинском районе, в котором на сегодня поголовье овец порядка двух тысяч содержится. Все остальные, конечно же, это гораздо меньшие проекты. Это, ну, проекты крестьянско-фермерческих хозяйств. Ну, вообще, для нас это перспективный, на ваш взгляд, это направление? Ну, это не совсем традиционный продукт все-таки для нашей зоны, но все равно баранин находит свой покупатель. Хорошо. Сейчас уже, наверное, стало известно, как будет поддерживаться, дошли до департамента цифры федеральной поддержки на животноводческие хозяйства на 2019 год. Вот, если по этому периоду, по 2019 году, как финансово будут животноводческие хозяйства поддерживаться? Ну, мы здесь стараемся не делить на животноводство и растеневодство, хотя есть направление, соответственно, отраслевое, поскольку у нас все-таки основное направление всех наших предприятий все-таки это животноводство. И даже те субсидии, которые направлены на отрасль растеневодство, они все равно в конечном счете приходят одним и тем же получателям, производителям мяса и молока. В текущем году мы уже практически профинансировали всю государственную программу, и по итогам года, на конец года, до селян будет доведено порядка полутора миллиардов рублей в государственной поддержке. По 2018 году? Это по 2018. А в 2019? В бюджет будущего года заложена примерно такая же сумма, но с учетом незначительного сокращения по федерации и увеличения финансирования из областного бюджета, поддержка будет сохранена. 2018 год. Хорошо. Давайте по растеневодческому сезону. Вот по картофелю. Прогнозировалось, что будет очень хороший результат по картофелю. Прогнозы сбылись? Да, урожай картофеля в этом году порадовал. Произвели мы 73 тысячи тонн. Это в сельхозорганизации крестьянско-фермерских хозяйствах картофеля. Да, суммарно. Суммарно, да. Это без хозяйств населения, потому что по населению будут чуть позднее точные данные. Урожайность у нас порядка 230 центнеров в гектаре составила. Это достойный урожай. И вот это вот количество, оно уже зафиксировано у нас по годам, порядка 70 тысяч тонн. Ну, позволяет, в общем-то, полностью обеспечить потребности населения, наших горожан в зимний период собственным картофелем. А я помню, два или три года назад, три, наверное, года назад тоже был очень неплохой урожай картофеля. И у некоторых сельхозпредприятий была проблема с реализацией его. Вот сейчас такие сложности прогнозируются? Ну, сложность реализации всегда есть. Потому что мы уже, конечно, вернее, прошли те времена, когда все оптовики приезжали прямо в хозяйство и закупали картофель. Теперь непосредственно самим производителям, конечно, нужно искать свои рынки сбыта. Ну, в общем-то, редки те годы, когда приходится весной списывать продукты, скажем так. То есть обычно все находит потребитель. Хорошо. Хорошо. Значит, по молочке. Вот, значит, около полугода назад вы приходили к нам в эту студию с представителем предприятия, который занимается молочным производством. И мы обсуждали с вами тогда, значит, тему, что за первые полугодия 2018 года зафиксировано рост производства молока в нашей области в размере 4,1%. Вот сейчас год завершается. Уже можно, наверное, как-то подводить итоги. Ну, да. По молоку у нас уже есть данные на 1 ноября, то есть за 10 месяцев текущего года положительная динамика сохранилась. Примерно плюсом 3,5% к уровню прошлого года мы молока сейчас производим. Вот за эти 10 месяцев произвели 335 тысяч тонн молока. И вот за 10 месяцев средний надой на одну корову достиг уже практически 6 тысяч. Это за 10 месяцев. Чтобы понять, какая же динамика повышения продуктивности, могу сказать, что в 2014 году надой был за год 5700. То есть сейчас почти 6 за 10 месяцев. За счет чего такой рост? Это повышение продуктивности. Это работа со стадом. Вот опять же, возвращаясь к той программе, которую с Подкратовым мы записывали, он тогда употребил термин галштинизация поголовья, то есть тех признаков, которые галштинской породе принадлежат, культивирование. Это вот оттуда рост идет? Да, это и оттуда. Или качество кормов. И то, и другое. Я бы сказал, в комплексе. У нас действительно очень серьезная в области идет работа с племенным стадом. Мы здесь лидеры в России. У нас от всего поголовья коров, которые есть в Владимирской области в сельхозорганизациях, 58% это племенные коровы. Племенные. То есть максимальный уровень продуктивности. Это в Владимирской области, 58% всего стада это племенное поголовье. В России этот показатель 14%. То есть здесь мы кратно опережаем средний показатель России. Ну, среднюю полосу. То есть есть, видимо, регионы, где поголовье племенное и больше, да? Ну, такой процент я, честно говоря, сейчас и не вспомню, в каких регионах есть. Чтобы 58% поголовье было племенным. Дело в том, что я знаю, что молочное производство это наша визитная карточка. Неоднократно об этом как бы и сам рассказывал. Но что вот у нас такой показатель, 58% удивительно. По кормам. Ну, по кормам все тоже достаточно благополучно. Кормов мы заготовили на уровне прошлого года. Причем этого количества нам с запасом хватает для зимовки. Да, нового урожая кормов. Грубый сочник кормов изготовлено у нас по 36 центеров на одну условную голову. Но если брать в абсолютном показателе, то это где-то миллион сто тысяч тонн грубый сочник кормов. Миллион сто тысяч. Ну, сложно такое количество представить, наверное. Не могу, да. Но я вот прикинул такое, визуализировать попытался. Если все корма загрузить в железнодорожные вагоны, то состав растянется примерно от Владимира до Москвы и назад. То есть примерно такое количество кормов мы заготовили. Ну, теперь понятно, почему у нас молочное производство является визитной карточкой. Нам хватает этого количества? Конечно, со страховым запасом. Со страховым запасом. Хорошо, буквально одна минутка у нас остается. Кратко попрошу об итогах участия Владимирской области в агропромышленной выставке «Золотая осень». Там, значит, эту информацию, которую я читал, там употреблялись, упоминали, значит, что мы показывали жеребца Владимирского тяжеловоза и редкие породы гусей. Ну, там и другие, на самом деле, животные тоже упоминались. Ну, вот эти вот два меня, как бы, что называется, зацепили. А почему на них ставка? Или это не ставка, мы просто демонстрируем, что мы можем? Здесь ставка не на них. Действительно, в «Золотой осень» все регионы выставляют то лучшее, что у них есть. И наши племенные предприятия, как я уже говорил, мы все-таки лидеры по племенному животноводству, по соглашению обязаны участвовать в выставках подобного рода. В выставке «Золотая осень», которая была вот не так давно, этой осенью свой племенной скот представляли у нас четыре предприятия. Как вы уже сказали, это Институт сельского хозяйства, который теперь называется Федеральный аграрно-научный центр Верхневоложский. Они представляли гусей глинистой породы. Традиционно у нас наша Владимирско-Заводская конюшня выставляла тяжеловоза, и два предприятия выставляли у нас коров. Это ЗАО «Миленин» — Соминский район, и ОМ «Муравья» — Ковровский район. И все четыре предприятия приехали оттуда золотыми медалями. — Значение этой золотой медали, это значит, что я-то к сельскому хозяйству весьма условное отношение имею. То есть это означает, что у других производителей нет племенного поголовья вот такого уровня, такого качества? — Нет, у других производителей тоже есть хорошее поголовье, но наши оказались лучше. — Наши оказались лучше. Хорошо. У нас вышло время, я вынужден закрывать программу. Я напоминаю, гостем программы сегодня был Константин Деменов, директор областного департамента сельского хозяйства. Константин Борисович, спасибо большое. Поздравляю с хорошими результатами окончания сельскохозяйственного года. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok